Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», я ее ведущий Никита Васильев. Сегодня мы поговорим о проблеме аварийного жилья, о проблеме брошенных зданий, зданий, которые представляют серьезную угрозу для безопасности всех жителей региона Тверской области. Я напомню, что не так давно общероссийский народный фронт, собственно, он стал, скажем так, инициатором во многом этой беседы. Он дал инфоповод, выражаясь профессиональным языком. Активисты ОНФ запустили на территории Тверской области мониторинг безопасности таких вот объектов, аварийных и брошенных зданий. Эксперты ОНФ уже выявили многочисленные такие вот здания и направили обращение с просьбой принять меры, ну, в частности, в первую очередь, конечно, это в адрес городских властей. И в том числе активисты призывают и граждан Тверской области к выявлению, к обращению внимания на такие объекты и к рассказу активистам, представителям регионального отделения ОНФ о них, чтобы как можно больше мы знали о таких объектах, выявляли их и в дальнейшем работу с ними проводили. Ну и вот обо всей этой работе мы сегодня побеседуем с нашими гостями. Мы пригласили сегодня не только представителя, да, руководителя регионального отделения ОНФ в Тверской области Евгения Николаевича Калекина, но и представителя прокуратуры Тверской области Владимира Александровича Горячева, начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Тверской области. Ну, дело в том, что понятно, что сами аварийные объекты, да, с ними, наверное, проще всего взять там бульдозер, экскаватор и снести их, однако, понятное дело, серьезная работа, вдумчивая работа должна вести системе людьми, которые в некоторых объектах, как мы сегодня с вами узнаем, да, к сожалению, еще проживают. По сути, дом представляет из себя, да, такой заброшенный барак, однако по документам люди там еще живут. Итак, гостей я уже наших представил. Евгений Николаевич, к вам, наверное, первый вопрос. Вопрос для начала. Получается, порядка полутора месяцев назад, да, ОНФ начал работу по мониторингу брошенных объектов, заброшенных домов и строительных объектов на территории как областного центра, да, так и Тверской области. Что послужило вообще поводом для этой работы? Почему обратили внимание вот на эту тему? Вы знаете, вопрос в том, что мониторинг проводился и раньше, просто в последнее время произошло несколько пожаров, которые послужили именно уже поводом того, чтобы собрать какую-либо информацию. И мы обращались к гражданам, к активистам Народного фронта по поводу того, чтобы составить такую же карту, как у нас уже была программа карта разбитых дорог, карта свалок. Сейчас мы проводим такую же программу, только уже теперь по заброшенным домам и заброшенным стройкам, замороженным. У нас, получается, таких зданий на территории Тверской области в каждом муниципальном образовании очень много. Проведя мониторинг за последнее время, мы увидели, что аварийные дома и длительно пустующие уже, да, они являются рассадником для социально неблагополучных граждан, маргиналов. Дети очень часто лазят по таким вот домам, да. Что повлекло, это первое, что в соцсетях стали фотографии детей, которые снимают селфи именно на крыше уже разрушенных зданий. Это мы берем пятую школу. Вот самый свежий, да, наверное, пример. Это те фотографии, публикации, когда девочка, насколько я помню, она вот залезла на самую крышу, на полуразвалившуюся кровлю, по сути, да, и делала фотографии. Да, да, да. Вот именно это и послужило поводом тому, чтобы обратить внимание властей, обратить внимание прокуратуры именно на то, чтобы данные стройки, данные разрушенные дома, из которых уже переселены люди, доступ должен быть ограничен туда. То есть, или должны быть обнесены забором, или заколочены, а у нас получается часто очень, что полностью доступ кому угодно. И поэтому возникают пожары и различные преступления проходят. Скажем так, первый этап рейда, наш телеканал, я напомню, да, освещал, мы делали материал вместе с представителями, вместе с вами, да, представителями ОНФ. И, насколько я понимаю, наибольшее опасение, может, вы, конечно, меня поправите, вызывает как раз-таки Заволжский район, да, и Пролетарский район. Вот давайте, и вот по данным, по имеющимся у вас данным, какие районы в Твери, и вообще, какие районы, я так понимаю, по области тоже вызывают наибольшее опасение? Нельзя сказать, что именно только Пролетарский и Заволжский, в каждом районе есть такие дома. Это и Московский район, район химинститута, где заброшенная школа и детский сад. Также, как мы уже говорили, да, на Пролетарке очень много таких домов, в связи с тем, что дома приходят уже по своему состоянию в негодность для того, что там проживали люди, многие уже расселены, а дома как стояли, так и остались стоять. И мы проводили, проведя мониторинг, обращались уже муниципальные власти, власти тех или иных районов, в которых были найдены такие вот объекты, с тем вопросом, что каковы сроки и когда что-то будет с этими домами. Будут ли они снесены, на их месте будет ли что-то построено новое, или там просто-напросто будет уже какая-нибудь парковая зона. Мы с вами вот были, да, некоторые дома даже получается так, что вроде там уже никто не живет, там уже и перекрытий нет, и окон нет, а люди еще прописаны. Ну, официально, формально, по документам. Совершенно верно, таких очень много в Центральном районе. Вот как раз в этой связи вопрос, да, наверное, к органам надзорного характера. Да, Владимир Александрович, мы знаем, вот Евгений Николаевич тоже нам подтвердил, что и в городе Твери, да, и в области много объектов аварийных, по сути, но в них по-прежнему официально продолжают жить люди. Вот в этой работе, в этой связи, как при ведении этой работы, с какими проблемами вообще приходится сталкиваться при осуществлении, в том числе вот надзорных действий по соблюдению прав граждан, скажем так? Ну, действительно, проблемных вопросов достаточно много. Начиная с первого вопроса, это переселение граждан из таких домов. Ну, бесспорно, что наше благосостояние, то есть каждый хочет прийти к себе в нормальное жилье, где не течет крыша, где не сквозит ветер, где нет опасности, что что-то обвалится в любой момент. И это первостепенная задача органов прокуратуры следить за соблюдением прав граждан именно на наличие благоустроенного жилья. К сожалению, надо сказать, что органы местного управления в ряде случаев прямо не следят за нормой закона и стремятся где-то, лавируя, уйти от признания дома аварийным, понимая, что признав дом аварийным, они возлагают на себя сразу кипу обязанности. Это приобрести жилье гражданам, предоставить, расселить, и потом уже надо делать с этим домом. То есть его нужно сносить. На все это нужны бюджетные средства, это понятно. И поэтому органы местного управления иногда признают дом не аварийным, а подлежащим капитальному ремонту. Соответственно, этот дом попадает уже в другую программу, программу капремонта. И на данный дом предусматриваются денежные средства, выезжает подрядчик на его капремонт, и в ходе оценки он выясняет, что тут ремонтировать-то уже нечего, дом аварийный. Соответственно, затягиваются сроки капремонта, нужно перебрасывать деньги и так далее. В конечном итоге дом все равно признают аварийным, но сколько пройдет времени, и граждане будут жить в неведении, думая, что им сейчас отремонтируют, и мы будем жить дальше. А его надо, по сути, признавать аварийным и сносить. Поэтому это, наверное, основная проблема, с которой мы сталкиваемся. Ну и вторая, как Евгений Николаевич уже правильно заметил, это снос этих домов. То есть органы местного управления чаще всего думают, что раз мы переселили граждан, ну, до этого, наверное, можно остановиться. Само здание можно уже и не трогать, да? Да, мы займемся другими вопросами, другими проблемами. Но проблема на этом, естественно, не решена, и действительно количество посещающих вот такие объекты граждан, особенно несовершеннолетних, оно нигде не фиксируется, и что там может происходить, соответственно, никто не знает. Поэтому это также наша задача следить за тем, чтобы эти дома вовремя сносились. Как расселялись сначала, а потом... Мы продолжим наш разговор о проблеме аварийного жилья и аварийных зданий, строения на территории. Продолжаем, да? За прямой эфир, мы работаем в прямой эфире, мы продолжаем нашу работу. У нас планировался уход на рекламу, но нет, мы продолжаем наш разговор. Евгений Николаевич, ну, с точки зрения руководителей УНФ и представителей, да, общероссийского народного фронта, в чем, на ваш взгляд, главная сложность в работе по выявлению вот подобных объектов, брошенных, ну, которых, как мы потихонечку узнаем, много, да, на территории города и на территории области в целом. Нет, ну, выявлять такие дома нам помогают и граждане, которые небезразличны, тем более те люди, которые рядом живут, потому что зачастую те дома, которые подлежали расселению или признаны аварийными, они находятся рядом с жилыми домами, в которых проживают люди. Мы с вами это видели, да, и здесь получается так, что не только, вот мы сейчас говорим о городе Твери, да, за последнее время проведя мониторинг по области, это был и Торжок, и Кашин, и Вышний Волочок. Вот в Вышнем Волочке выявлено нами пять таких вот объектов, и даже один из них, многоэтажный дом быта, который прямо вплотную к жилому дому. Вот представьте, вы живете в... А он прямо перед окнами. А он, нет, он прямо с торца, вот. Евгений Николаевич, чуть-чуть давайте о Вышнем Волочке и о других муниципалитетах поговорим. Все-таки у нас будет короткая реклама. Уходим мы на перерыв, скоро вернемся. Вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Сегодня мы вместе с нашими гостями в студии обсуждаем проблему брошенных аварийных домов, зданий, то, как они расселяются или как они не расселяются. До перерыва, я напомню, мы начали говорить о том, что достаточно много на территории Тверской области и на территории Твери подобных объектов, аварийных, которые представляют определенную угрозу для... В том числе детей, которые там любят обитать. Евгений Николаевич, я думаю, первые рейды уже по территории Тверской области прошли, в том числе и в муниципалитетах, отдаленных муниципалитетах. Расскажите, какие итоги уже, что уже известно, какую работу начали вести? Да, это уходим на рекламу. Мы затронули уже эту тему, мы говорили про Вышний Волочок, бывшее здание Дома Быта, которое вплотную примыкает к жилому дому. Оно сейчас находится без окон, без дверей, и даже, как говорится, нет перекрытий внутри в этом доме. Там эти перекрытия уже, можно сказать, рухнули, и сейчас это как единственное бельмо на глазу у людей, которые просто проживают в этом доме. Уже очень много обращений было, и мы сейчас обращались к гражданам, и сейчас в прямом эфире я могу сказать следующее, что готовы принимать такие заявки, но только посредством электронной почты, с фотографиями и с конкретным адресом, где находится какой заброшенный дом или же, как говорится, замороженная стройка. Обращаемся в местные муниципалитеты, просим оградить доступ до этих зданий, и потом уже обращаемся в прокуратуру. На следующей неделе, мы уже договорили, направили обращение по городу Твери. По остальным городам, я думаю, коллега расскажет. Да, вот, Владимир Александрович, как раз хотел вас спросить, как мы выяснили, есть частично в этой категории этих домов дома, которые по-прежнему не расселены. А вот вообще, если говорить об этом, компетенции каких органов отнесены вопросы признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу? В том числе. Кто должен этим, в первую очередь, скажем так, заниматься? Ну, в первую очередь, учитывая, что у нас везде в основном либо муниципальное жилье, либо частное, то этим непосредственно должны заниматься созданные при органах местного управления межведомственные комиссии, в которые входят как представители органов местного управления, так и представители госжилой инспекции, Роспотребнадзора и сотрудники госпошнадзора. Это их прямая обязанность рассматривать заявления, представленные документами по вопросу признания домов аварийным, либо подлежащим сносам, либо реконструкции, либо капремонта и так далее. То есть перечень необходимых вопросов, он изложен в положении, которое утверждено постановлением правительства, номер 47. О нем, мне кажется, знает уже каждый орган местного управления, должен, в принципе, знать наизусть, потому что это наиболее часто используемый документ в деятельности данных комиссий. Ну вот, в ходе проверок выявляются многочисленные нарушения в деятельности данных комиссий, начиная от нелегитимности состава, то есть как-то нежелательно, не любят они включать представителей иных органов, которые, наверное, дают более такую объективную оценку состояния жилого дома. Нарушаются сроки рассмотрения заявлений, он 30-дневный срок, бывает, что выходит даже за двухмесячный и так далее. И нередки случаи, когда комиссия дает заключение, не соответствующее фактическим обстоятельствам, то есть когда дом имеет все признаки аварийности, ну, как я говорил вначале, его хотят включить в программу капремонта. Вот на все, соответственно, нарушения прокуроры реагируют. Бывали случаи, что при несогласии с актом реагирования, когда комиссия отказывается признать правоту прокуратуры, органы прокуратуры выходили в суд и через суд уже заставляли принять то или иное решение. Ну и вот если говорить о районах, о муниципалитетах, вот Евгений Николаевич начал уже рассказывать о том, что в Вышневолочке, например, как пример, по вашим данным, какие у нас муниципалитеты наиболее остро, скажем так, нуждаются в работе по, для начала, наверное, расселению, да, потом уже ликвидации и сноса аварийных объектов. Ну, расселение у нас сейчас идет в соответствии с региональной программой, Ну, об этом мы попозже поговорим, да. А по сносу, по нашим данным, это около 80 объектов, которые расположены на территории Вышневолочка. Имеются сведения про Калязинский, Ржевский, Зубцовский районы. Ну, вот Евгений Николаевич сообщил о Твери, и, соответственно, мы очень внимательно рассмотрим информацию фонда, фронта. Ну, вообще, надо сказать, что общественный фронт, он очень помогает в деятельности, в нашей надзорной деятельности, предоставляя такую информацию, которую граждане зачастую не знают, и, соответственно, у нас такой информации нет. Поэтому мы сверим наши списки со списком представленным общественным фронтом, и, соответственно, дополним его и направим поручение районным прокуратурам. Евгений Николаевич, ну, насколько я понимаю, главная цель все-таки вот этой всей истории, да, это добиться вот сноса тех самых вот бараков, которые мы видели, да, добиться их, ну, грубо говоря, с того, чтобы они были стерты, да, как говорят в народе, с лица земли. Вот с точки зрения ОНФ, какая работа ведется вот в этом направлении? Ну, и насколько тяжело вообще это сделать? Знаете, вопрос в том, что сказать так, что сейчас вот должны снести и очистить все эти площадки. Мы знаем, что это не быстро. Это не быстро, это первое. Все эти дома распланированы, и снос их распланирован с 2021 по 2026 год. То есть вот нам уже дали такие сведения, что... Это откуда сведения такие? Это сведения с администрацией, с муниципалитетов, в связи с тем, что снос любого дома начинается от 400 тысяч и выше. Хотя, оказывается, что может быть проще, пригнать бульдозер, да, и... Это кажется, что так просто, да. Но вопрос в том, что везде, где мы вот с вами даже были, там же подходят и различные коммуникации, там же и водопровод, и газ, и канализация. Здесь нужно прежде чем что-либо сносить, надо смотреть, каким образом, на что это повлияет. Потому что если приехать просто бульдозером и снести дом, можно зацепить какую-нибудь из обеспечивающих сетей. Нужно трубу газовую порвать или там кабель какой-нибудь, который может обесточить целый район. Здесь подход должен быть таким. Мы ратуем за то, что власти должны ограничить доступ в эти дома. В первую очередь. Потому что снос — это не быстро, как я уже сказал. И это время, это сроки. Для рассмотрения каждого заявления по поводу обнаружения вот таких вот домов, да, мы их наносим на карту, которая, как я уже говорил, да, готова принимать всю эту информацию от граждан, от активистов. Можно записать электронную почту 69regionsobaka.onf.ru. Еще раз повторю, 69regionsobaka.onf.ru. Все английскими буквами. Мы ждем информацию, фотографии того или иного здания, той или иной стройки, с кратким описанием, что находится, проживают ли там люди, прописано, не прописано, в каком статусе данный дом. А также обязательно нужен конкретный адрес. Именно чтобы мы знали и не приезжали, как мы с вами искали. Да, некоторые люди находятся, не видно из-за обилия растительности различной, просто уже эти аварийные дорожки не видны. Вот особенно на улицу Благоево подходили, там просто-напросто уже заросло так, что этого дома там и не видно. А мы подходим, а дом там есть. Ну вот и такой сразу вопрос у меня. Некоторые объекты действительно, да, нуждаются в указании точного адреса, как сейчас, да, выражаясь современным языком, точной геолокации, где они находятся. Но некоторые буквально вот на виду, в том числе и в центре Твери. Вот здесь какая работа будет вестись, потому что заброшенные аварийные объекты, к сожалению, у нас в многочисленном количестве и в центральной части города. Ну, в центральной части города немножко сложнее, так как некоторые дома, ситуация осложняется тем, что эти разрушенные здания являются объектами культурного наследия. Особенно в центре мы видим, некоторые дома даже сносить нельзя. То есть их нужно или каким-то образом восстанавливать, но опять-таки это опять деньги. Мы можем говорить, это вот на той улице, на которой мы сейчас находимся, да, здесь вот буквально недалеко, как Ласточкин. Да, он сказал, Ласточкин-Гбездот. Ласточкин-Гбездот. Сейчас, вроде, насколько мне известно, там же начались какие-то работы. Да, совершенно верно. И такие здания выявляются в центре города. Но еще проблема в том, что в таких вот домах, которые подлежат расселению или сносу, аварийные, в них очень много народу прописано. О чем мы уже тоже говорили. Да, о чем мы говорили, что, как говорится, стоит старый дом, а в нем прописано там порядка 20-30 человек. То есть получается так, что им всем нужно обеспечить жилье. Или новое, или вторичное. Но у нас на данный момент сейчас эти мероприятия проводятся, да. Мы видим то, что мы говорили с вами во время перерыва про улицу Базанова, там за Академией космической обороны. Уже началось строительство, уже котлованы, все огорожено, доступа туда нет. Ну и, наверное, да, вот мы об этом тоже в перерыве, в последнем упомянули, о том, что территория, да, история, если она, если речь идет о центре города, она, конечно, с точки зрения привлекательности, инвестиций каких-то, она куда более интересна, да, тем, кто занимается этим. Ну и вот вы сказали о том, что, понятное дело, конечная цель добиться сноса объектов, да, а пока что ограничить доступ. То есть так, как говорится, да, законсервировать. Вот с точки зрения ОНФ, консервация вот та самая, это вообще выход, это решение хотя бы временная проблема. На данный момент это временное решение данной проблемы, да, чтобы прекратить доступ туда, чтобы не было пожаров, не было различных на территории данных заброшенных помещений, каких-либо преступлений. И мы говорим о том, что, например, есть обнаруженные нами около 17-й школы, вот мы разговаривали с вашим главным редактором, по поводу того, что там плиты, вот они уже готовы, как говорится, сейчас вот упасть. И, а как если там дети? И мы не будем, как говорится, не скрывать ничего, что во время перемены подобегают курить. И вот понимаете, а там... Ну, консервация же, наверное, по срокам, по той работе, которая ведется, она, наверное, все-таки менее затратна и менее, в том числе энергозатратна, чем снос. Я правильно понимаю? Да, конечно, вы правильно говорите. Потому что это, ну, чтобы мы понимали, да, консервация что такое? Это просто банально, формально заколотить все двери, заколотить все окна, чтобы не было доступа. Да, чтобы не было доступа вовнутрь, да. Тогда в таком случае, почему вот до сих пор вот те многочисленные объекты, которые, в том числе мы с вами пищали на пролетарском районе, на улице, спортивная, да, они по-прежнему стоят вот в открытом доступе, в открытом... Вот поэтому мы и проводим данный мониторинг, чтобы донести до органов власти, до надзорных органов, которые должны тем же органам власти указать на надлежащее состояние данной территории, чтобы они или предписание какое-то вынесли, да, чтобы заколотили там, как мы уже говорим, там, я не знаю... В общем-то, не пыльное, но пыльное в оболгом отчасти, да, но не то, что снос там, да, в нации. Да, конечно, конечно. Валерий Александрович, а вот вообще, если можно, механику расскажите, что происходит после того, как принимается решение о том, что дом аварийный и подлежит сносу, как это все работает? После принятия такого решения, в случае, если это решение было, допустим, в нашем сейчас действующей программе, принято до 1 января 2017 года, то этот дом уже попал в региональную программу, на него предусматриваются денежные средства, как на переселение граждан из этого дома, и так же, соответственно, на его снос. Те дома, которые признаются аварийными в настоящее время, они попадают в соответствующий реестр, и ведется так называемый порядок работы с собственниками жилья, потому что часто все жилые помещения в этом доме принадлежат гражданам, соответственно, по требованиям жилищного кодекса, весь этот дом, так сказать, как раньше было слово, кондоминиум, а сейчас это общее имущество многоквартирных домов, оно принадлежит им. И, соответственно, орган местного управления не может взять просто и снести, либо забрать это жилье. Орган местного управления предлагает собственникам либо выкуп их жилья по рыночной цене, либо предоставление иного жилого помещения, а собственники уведомляются о необходимости сноса данного дома. Ну, мы ни одного случая не знаем, когда собственники сами бы сносили свой дом. Ну, понятное дело, потому что с собственником собраться, во-первых, определиться, что давайте снесем это, но это очень и трудно, и финансово затратно. Ну, вообще, это может быть в их обязанности. Не в обязанности, вернее, в базу. Есть в их обязанности, в рассмотре жилищным кодексом. А в случае, если они эту обязанность не выполняют, как часто бывает, то орган местного управления, в тем как бы выкупа квартир, он выкупает и землю, и дом, вот этот весь целиком. Людям либо деньги предоставляются, либо новое жилье. И дальше органы местного управления начинают сносить аварийный дом. Всегда ли у органов муниципальной власти полноценно, грамотно и вовремя осуществляется работа по предоставлению людям, которые были расселены, да, других благоустроенных жилых каких-то домов, помещений? Ну, результаты проводимых органами прокуратуры проверок свидетельствуют о том, что это наиболее, наверное, проблемная точка нашего законодательства, где органы местного управления, ну, учитывая, что объемы вложений, которые необходимы, вот, они идут на это крайне неохотно. И, соответственно, это очень длительная процедура получается. Органы местного управления пытаются и сроки какие-нибудь подальше расселения поставить, или вообще их не устанавливают. То есть, по-всякому пытаются выйти из ситуации, чтобы не возложить на себя обязанность по расселению и сносу вот этого дома. Ну, и как в таком случае реагирует прокуратура Тверской области на подобное? Подобные случаи у нас уже сформировалась обширная судебная практика, где прокуроры выходят в суд в интересах неопределенного круга лиц, или там кого-то из проживающих при наличии основания, где устанавливают конкретный срок переселения граждан. И, соответственно, в последующем уже были меры реагирования, где его сносят домов. Вот у нас, по нашим мерам, 63 дома было снесено. Валерий Александрович, ну вот расскажите по районам, если можно, да, немножко поподробнее, в каких муниципалитетах Тверской области работа по выявлению, по расселению аварийного жилья ведется наиболее активно? Откуда больше всего жалоб, скажем так? Да. Работа по расселению, выявлению таких объектов ведется на всех, на все территории. Каждый прокурор, да, обязан ввести реестр от наличия таких домов. Это предусмотрено нашим организационным документом прокурора Тверской области. Вот наибольшее число домов, которые были снесены после вмешательства органов прокуратуры, это можно выделить, наверное, Балаговский район, где 28 домов, на них были выделены бюджетные средства и снесены вот после вмешательства межрайонного прокурора. Кроме того, более 35 объектов у нас также снесены по мерам реагирования Конаковского, Осташковского, Олихославльского, Малаковского районов. Ну, это можно назвать, скажем так, положительным влиянием органов надзорного, органов прокуратуры Тверской области в плане вот этой работы? Да, я полагаю, что это как раз те результаты работы, которые видны. То есть это не просто внесение акта реагирования, вынесли и забыли. Нет, это внесли, проконтролировали и добились. Вот это и есть результат нашей работы. Соответственно, эти результаты мы направляли и другим прокурорам, именно как положительный пример. Вот так вот надо работать. У нас есть телефонный звонок. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. 300-190, и вот сейчас как раз-таки один из зрителей нам дозвонился. Слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, спасибо. Во-первых, очень хорошо, что вы затронули очень важную тему. Я уверен, что участникам программы, вот как мы видим, есть что по этому поводу сказать. Но вот хотелось бы, может быть, по двум таким моментам, может быть, заострить внимание и уточнить, могут ли они пояснить, какова же все-таки судьба вот такого главного разрушающегося объекта города, этого нашего любимого речного вокзала. Ну и, конечно, еще беспокоит вопрос. Вот бывшая химбаза, она за последнее время, я уже не знаю, сколько раз горела. Вот там кто-то будет какое-то внимание проявлять, или все-таки мы будем ждать чего-то более серьезных, каких-то негативных последствий, и только потом, после этого грома, начнем креститься. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну, Евгений Николаевич, ну, давайте сначала, наверное, с УНФ, скажем так, вы нам инфоповод создали, да, тему предложили. Итак, речной вокзал. Какая это работа? Потому что ведь тоже можно сказать, да, я так понимаю, можно сказать, что объект аварийный, ну, он рухнул у нас, да, три года назад. Три года аварийный, да. Какая-то вот в этом направлении работа ведется. Как вообще с подобными объектами УНФ в целом какую работу ведет? Вопрос в том, что данный объект, он уже нанесен на карту, как аварийный. Наверное, одним из первых. Одним из первых, да, можно так сказать. Но здесь речь идет о затратной стоимости восстановления данного речного вокзала. Здесь речи не идет о сносе. Но, с другой стороны, многие говорят, легче снести и построить новый. Есть такая точка зрения, да. Потому что вопрос в том, что данное здание, оно уже все разрушилось, его нужно собирать с нуля, с фундамента начинать, управлять фундамент и все такое. Что касается химбазы, здесь проблематичная система, так как земли, как нам известно, что принадлежат Министерству обороны под территорией данной химбазы. И поэтому здесь мы упираемся как раз вот в все вот эти вот бумажные проблемы, которые, как говорится, передача той или иной земли восстанавливать Министерство обороны не собирается, как мы понимаем в этом, да. И тем более там вот эти все здания, они, можно сказать, тоже как культурное наследие. То есть они уже старые, и там рядом и церковь находится, мы с вами знаем, да, и правда ее восстановили. А все остальное там, да, в таком состоянии несколько раз уже пожары там были. Ну и вот что касается Речного вокзала, если возвращаться, он как бы тоже сейчас формально, официально у нас законсервирован. Вот на ваш взгляд, с точки зрения, да, общероссийского народного фронта, вот пример такой консервации, он положителен, или все-таки он носит свои какие-то тоже проблематики определенные? Ну, здесь, конечно, положительное то, что он законсервирован, но хотелось бы нашим гражданам всем видеть Речной вокзал в том виде, в котором он был раньше, что это наш Речной вокзал, как визитная карточка города Твери. Владимир Александрович, с точки зрения прокуратуры, какую работу ведете? Понятно, что объекты непростые, объекты болезненные, особенно Речной вокзал, здание, в общем-то, памятник архитектуры, да, и Химбаза. Есть ли какие-то обращения? Потому что вот по поводу Химбазы, кстати, наш телезритель, наверное, смотрит новости Тверского проспекта. Недавно совсем у нас был репортаж о том, что база постоянно горит, приезжают сотрудники МЧС ТУ, что ее, а вся вода, она, скажем так, негативно воздействует на ближайшие дома, ближайшие окрестности. Есть ли какие-то к вам обращения в этом плане? Какую работу, может быть, тоже ведете? Здесь я могу, наверное, дополнить, Евгений Николаевич, тем по Речному вокзалу. Ну, скажем сразу, что ни тот, ни другой объект, они не могут быть включены в программу, потому что они являются жилыми. Но, тем не менее, они от этого не становятся менее опасными, и, да, внимание также приколывают. Насколько мне известно, у нас Речной вокзал еще объектом культурного наследия является, и, как правильно говорил Евгений Николаевич, чтобы его снести, нужно провести достаточно дорогостоящую экспертизу, которая должна показать, что он больше не может таковым являться. А учитывая назначение объекта, его возраст, ну, сомневаюсь, что экспертиза может такое показать, поэтому, конечно, ждать сноса объекта, наверное, не стоит. А органам... Да и общественность, наверное, в общем-то, далеко не все будут за основу. Согласна, да. Вот, поэтому здесь, наверное, ждать нужно финансирования действий органов власти, которые будут направлены на его реконструкцию. А с точки зрения химбазы нам обращения не поступали, я думаю, это потому, что надзорная деятельность здесь шляется органами военной прокуратуры, если это здание, подведомственная история, поэтому они прошли мимо нас. А вот вообще, если расширять вопрос, вот наш слушатель, да, хороший вопрос задал по поводу того, что речной вокзал — это памятник архитектуры, но вы, Евгений Николаевич, раньше сказали о том, что много объектов, в том числе и в центре Твери, вы уже об этом говорили, да, это памятники архитектуры, но, наверное, здесь какую-то работу нужно совместно вести, в том числе и с главным управлением по охране объектов. И вообще, тогда вот в целом, какое взаимодействие, с какими органами вы планируете в ходе вот этого мониторинга, о котором мы сегодня говорим, осуществлять? И, может быть, уже были выходы на главное управление, в том числе по охране объектов культурного наследия? Да, есть понимание, что проблема заброшенных домов — это системный вопрос. То есть это не с кондачка, как говорится, раз, решили и всё уже снесли, или, как говорится, восстанавливать начали. Здесь речь идёт о том, что Общероссийский народный фронт не только у нас, в муниципалитетах, в городах, да, и в нашей области, этим занимаются во всех областях. То есть здесь речь идёт о том, что мы сейчас подводим итоги, и составляем данные карты, наносим на карту те участки, те дома, как мы уже вот говорили, да, а тех, которые расселены должны быть, это одна строка в нашем мониторинге, а те вот такие объекты, как памятники архитектуры... Нежилые. Нежилые, да, или общественного назначения, да, как вот, например, правильно, речной вокзал, да, или ещё какие-либо здания, которые в свою очередь, ну, мы сейчас находимся с вами в студии, а одно время данное здание тоже сколько лет стояло, но оно было огорожено, оно было огорожено, доступ к нему был ограничен, и власти смотрели за этим. То же самое мы, проводя мониторинг ещё, почему я говорю, что он начался не вчера, и не только весной, да, он уже идёт давно, мы обращали внимание уже вот на такие здания, как школы заброшенные, то есть их тоже не расселяют, они просто-напросто остались в здании, которые имеются доступ в него, но власти ограничивали доступ чем? Чтобы нанимали охрану какую-то, и люди, которые находились там, ЧОП или как-то... Ну, по-моему, та же самая история сейчас и с речным вокзалом, насколько я помню, по крайней мере, на начальном этапе его консервации там ЧОПовцы, сотрудники охранной организации, они находили. Да. Сейчас не могу ничего сказать по данному вопросу, мы пока не затрадивали данные объекты, не мониторили их, а вот те здания, которые относились к школам, детским садам, вот мы берём уже химинститут, да, там сейчас открытый доступ, хотя до определённого момента ЧОП хранял. Вы сказали о том, что вы ведёте эту работу уже на прошлое долгого времени, да, а есть уже, может быть, какие-то конкретные, есть чем гордиться, скажем так, есть конкретные здания, какие-нибудь аварийные, да, бывшие дома, которые уже вот, да, эта работа проведена силами сотрудников ОНФ, представителей ОНФ, дом. Как минимум консервирован, а с другой, как максимум... Я с вами полностью согласен, ОНФ это общественная организация, это не народный контроль, это не надзорный орган. Мы только принимаем и доносим до власти, до надзорных органов свою точку зрения, мнение народа, можно так сказать. Люди увидели, что, например, открыт колодец, данное мероприятие мы тоже проводили, открытый колодец. Почему? Потому что туда может упасть и ребёнок, и просто человек, проходя мимо, если колодец не открыт и нет люка. Мы таким же образом тоже проводили эти мониторинги и писали в прокуратуру. Ну, по сути, да, ведь большой, скажем так, разницы, большой принципиальной разницы между открытым колодцем и заброшенным зданием по сути нету, да, что одно, что другое может серьёзный вред нанести, в том числе детям, да и взрослому человеку. Конечно, конечно. Ну, и вы сказали о том, что эта работа по мониторингу объектов аварийных, она ведётся по всей территории страны. Если так говорить, Тверская область, да, вот по первым тем данным, по первым итогам мониторинга, где мы, сильно ли мы, в каком, как бы вот в этой вот, в табеле о рангах, на каком позиции, скажем так. Я могу сказать, что работа у нас по сносу и расселению таких вот аварийных домов идёт по плану. Как я уже сказал, органы государственной власти дают нам информацию, что будет произведено, какие дома будут снесены и что будет на их месте в градостроительстве, уже есть планы. И мы видим с вами, да, например, улицу Благоева, улица Ткача, там уже стоят девятиэтажки на месте тех, которые, вот были эти заброшенные дома, их просто нам снесли, и сейчас там стоят уже красивые новые девятиэтажки, и начинается строительство. Также на улице Благоева вот мы подъезжали, после того, как мы были на данной территории, не буду говорить, что именно мы вот подтолкнули власти к этому, но можно гордиться тем, что там сделали сквер небольшой, такой вот, расчистили территорию, мы прошли, там были дорожки уже такие, брусчаткой сделаны. Но всё-таки, если сравнивать с другими регионами, насколько активна вот эта работа, о которой вы сейчас говорите, она в нашем регионе ведётся? Вы знаете, мы... Мы в отстающих или мы в лидерах, если так просто говорить? Мы находимся в середине. Можно так сказать, мы не отстающие и не в лидерах. В некоторых, если будем брать Москву, Московскую область, там, конечно, всё, что делается в центре, оно делается быстрыми темпами и очень быстро, и финансы, и бюджеты заложены очень большие. А вот с точки зрения прокуратуры, насколько опыт коллег, в том числе из столицы, помогает в работе по, ну, как вы говорите, по соблюдению прав граждан в сфере переселения, признания домов аварийными? Обменивайтесь опытом с коллегами? Ну, здесь, наверное, знаете, у нас немножко, получается, разная специфика. Специфика региональная, да? Да, Евгений Николаевич правильно сказал, в Москве не допустят нахождение длительное время какого-то дома или объекта, потому что он виден, это сразу и телевидение, и глава государства там часто проезжает, грубо говоря. У нас ситуация, во-первых, другая, в связи с тем, что менее, то есть бюджеты муниципальных образований, они не настолько наполнены денежными средствами, как в московском регионе, и это, наверное, как бы один из значимых факторов, почему иногда вот тормозится весь этот вопрос. Поэтому наш опыт, он, наверное, даже более, может быть, богатый, чем коллег из Москвы. Потому что работы больше, серьезные. Потому что работы гораздо больше. Поэтому, ну, соответственно, мы следим и за общероссийской практикой судебной, потому что она часто меняется. И иногда с коллегами других регионов, тоже такими же, как и мы, примерно, взаимодействуем, меняемся, так сказать, опытом. Где-то что-то им подсказываем, где-то они нам. Ну, если взять за скобки Москву, да, и столицу, все-таки понятно, центральный регион, да, центр — это своя история, как говорят, да, отдельное государство. Если вот брать соседей из ЦФО обычной области, вот в этом плане, насколько тяжело в Тверской области с работой по признанию домов варийным, по расселению этих домов тогда? Ну, опять же, нас сравнивать, наверное, тяжело. Это у нас самая большая область по ЦФО все-таки. Соответственно, и объектов значительное количество, да, и гораздо больше, и территория большая. Вот. Ну, сказать, что сложно, ну, наверное, нет, потому что опыт уже достаточно наработан. Главный весь вопрос, чтобы была своевременность со стороны органов прокуратуры, реагирование вот на данные факты. Ну, и, конечно, вот помощь ОНФ, она значительна в данном вопросе. Ну, Игорь Николаевич, ну вот вынуждены мы у нас 4 минуты до конца эфира подводить уже итоги беседы. Давайте еще раз тогда напомним жителям. Вот человек идет, допустим, видит какой-то аварийный объект, да, который в том числе представляет угрозу для него, может быть, для его ребенка. Что в таком случае делать? Потому что я понимаю, что вы обращаетесь в надзорные органы, представители ОНФ, вы обращаетесь в органы муниципальной, региональной власти. Но и вы тоже, как бы, в помощи, вам тоже помощь требуется, в том числе обращение от обычных граждан. Да, конечно. Расскажите об этом немножко напоследок. Здесь вопрос в том, что, как мы уже и говорили, посредством передачи информации по электронной почте, я еще раз ее назову, 69regionsobako.onf.ru, 69regionsobako.onf.ru, на сайте ОНФ можно эту почту найти, если кто-то не записал, не запомнит, и присылать нам фотографии. Сейчас у всех имеются телефоны или смартфоны, или же айфоны. Прошел, сфотографировал информацию, прикрепил к электронной почте фотографию, адрес, короткое описание, краткая характеристика того, почему обратили на это внимание. Если нет заграждений, то мы обязательно обращаемся в прокуратуру, обращаемся в органы власти, для того, чтобы ограничить данный доступ, хотя бы ограничить на то, что... Ну, законсервировали. А вот если так вот в идеале, по вашему мнению, сколько должно времени в хорошей, если ситуация будет хорошо складываться, сколько должно времени проходить от того, как человек сфотографировал и отправил вам, до момента, как здание будет законсервировано? Вот по срокам, на ваш взгляд. Ну, как мы знаем, мы не работаем по 59-му федеральному закону. Это работают органы, надзорные органы. Ну, вы же финальный, финальный тоже наверняка же хотите видеть, лицезреть результат работы. Мы информацию от прокуратуры получаем практически сразу. Вот что могу сказать? Да, вот мы написали обращение в прокуратуру, и буквально в течение 10 дней нам ответ уже приходит. Ну, это, к примеру, обычные граждане тоже могут обращаться? Конечно. Не только через ИНФ, чтобы не было, может быть, этой вот прослойки, хотя эта прослойка, как мы сняли, совсем не тормозили. Нет, Никита, здесь вопрос в том, что мы составляем данную карту, и нам проще потом отслеживать, какая работа проведена. Если граждане будут напрямую обращаться именно в прокуратуру, там и так очень много обращений, можно так сказать, да, работы хватает. А мы можем принять это, составить данную карту, и просто преподнести уже людям, чтобы в дальнейшем работать по... Вы хотите что-то добавить? Да, я хотел... Вот вы задали вопрос, сколько времени должно пройти. Вообще, это, как только орган власти узнает об этом, он должен сделать это незамедлительно. Но если он этого уже не делает, тогда приходится мерами реагирования его подталкивать. А так, ну, как такового в законе строка нет, потому что, да, организация общественная, но как только орган узнает, он должен взять и обезопасить этот объект от окружающих. Ну, ближайший, скажем так, объект, ближайшее обращение в заключение. Какое ожидается, может быть, назовете адрес, скажем так, на что пристальное внимание должно быть направлено в самое ближайшее время? Вы знаете, вопрос в том, что мы уже затронули, да, и Кашин, и Торжок, и Зубцов, и Тверь. А сейчас звонки раздаются, фотографии уже присылают, и нельзя что-то выделить в первоочередное, а что-то, как говорится, забыть. Нет, мы обращаемся сразу, реагируем моментально. Я благодарю наших гостей сегодняшних за эту беседу. Я напомню, сегодня мы вместе с руководителем регионального отделения ОНФ Евгением Калёкиным и представителем прокуратуры Тверской области Владимиром Александровичем Горячевым беседовали на тему аварийных заброшенных домов и зданий, которых, к сожалению, на территории Тверской области у нас по-прежнему много, но работа ведется, в том числе ведется силами сотрудников регионального отделения ОНФ, силами сотрудников прокуратуры Тверской области. Меня зовут Никита Васильев, вы смотрели программу «Тема дня». До свидания и удачи!